Всем привет! Меня зовут Андрей и в начале февраля я присоединился к команде World Ballet Company в роли тур-менеджера. Вместе с артистами балета из 10 разных стран мы путешествуем по городам и штатам США. На этом канале я публикую самые интересные города и свои мнения о них. Подписывайтесь и присоединяйтесь к моему путешествию. Эвансвилл – третий по величине город в штате Индиана и крупнейший город на юге Индианы. В городе проживает 117 тысяч человек, но в большой агломерации почти 350 тысяч. Город расположен в излучине реки Огайо, поэтому его иногда называют речным городом, хотя я от речного здесь ничего не успел увидеть. Чтобы доехать сюда, мы просто пересекли реку в штате Кентукки и вот мы уже в Индиане. Я несколько раз был в Индианаполисе, это столица этого штата. Ну и поэтому более-менее какое-то впечатление уже об этом штате у меня до этого сложилось. Абсолютно плоский. На севере более интересная природа. Здесь она какая-то слабая, не очень интересная. Невыжженная степь, но такая тоже плоская и не за что глазу зацепиться. Из-за этого архитектура и градостроение здесь такой же, как и в Лас-Вегасе. То есть огромные пространства между домами, огромные пространства между зданиями в центре. Все большое, все какое-то не очень расположенное к тому, чтобы здесь ходили люди, а в основном ездили на машинах. Ну и помимо всего прочего, штат Индиана сам по себе является важным стратегическим пунктом. Он на перекрестке важных путей, которые с запада на восток, с севера на юг. В общем, такой стратегически важный штат, очень плоский, поэтому здесь на дорогах очень много грузовиков, очень много каких-то доставок. Через этот штат проходит очень большой трафик, но кроме того, чтобы проехать мимо, особо здесь делать, наверное, все-таки нечего. Я отошел буквально на пару сотню метров от того театра, в котором мы сегодня даем спектакль, и внезапно громкая музыка на улице начала привлекать мое внимание. Я решил пойти в сторону музыки, и вот что я увидел. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Обычно соглашается процентов 90-95 Я заранее не подхожу к тем людям, которых я внешне оцениваю как слишком, скажем так, престарелых Для того, чтобы они сумели сосканировать QR-код и заполнить там все, и понять, что такое Google Forma Поэтому к ним я заранее не подхожу Но если я подхожу к людям от 18, там, где-то до 60, то все всегда с удовольствием сканируют И большинство из них, мне кажется, заполняют А здесь, я не знаю, наверное, прокатилась какая-то огромная волна скама или еще, я не знаю, чем это объяснить Но факт остается фактом Практически, да не практически, все отказывались заполнять форму Все отказывались даже сканировать QR-код Очень вешливо при этом, но отказывались Я не знаю, что это такое В общем, рай для тех, кто живет за рулем Рай для тех, кто перемещается на дальние расстояния Потому что это штат, в котором все дороги сходятся в одной точке И, соответственно, траководов здесь тьма тьмущая А если вы не траковод, ну, я не знаю Наверное, не ваш город и уж точно не ваш штат Увидимся завтра Я продолжаю путешествовать со скоростью один город в день Так что материалы на этом канале будет много Обзор городов, обзор гостиниц и, конечно же, потрясающий балет Не забудьте подписаться и порекомендовать друзьям Субтитры сделал DimaTorzok